Меня зовут Ирина, я из Латвии. Прослушала базовый курс у Галины Малин, очень довольна преподавателем. Приятный человек, вот общаешься и просто вот хочется общаться и правда это вот искренне от сердца. Прорабатывали такую интересную ситуацию. Началось значит с того, что я боюсь воды и вот как бы страх воды. В итоге вышли на то, что я в прошлой жизни умерла. А потом сопоставляя вот все, что было сказано, все, что подняли, я вспомнила, что мне значит было постоянно холодно и вот ну как бы вот из-за этого пошли там страх воды, вот почему я постоянно мёрзну. И в общем вышли на то, что я в прошлой жизни умерла. А пару лет назад, это уже как бы я сопоставляла всю эту историю, у меня были руки синие. Ну как у покойников бывают руки синие, вот они у меня были точно такого же цвета и все знакомы реакция. Ну вы представляете какая, что ты живая, у тебя все в порядке, ну а руки вот они реально вот просто синие пальцы, вот эти синие, но я живая была. Никто ничего мне сказать по этому поводу не мог, но как бы, а что там скажешь. Интересно было на следующий уже день, мне не было холодно, потому что до этого мне было постоянно холодно и такой холод, что как бы прям вот ломота, и меня начинало трясти и прям, ну вот, колбасить как-то. После вот этого проработа, когда проработали, я себя чувствую по-другому. У меня, мне не холодно, вот это для меня как бы самое главное. Ушли как бы много какие страхи, потому что там был и страх, страх грозы, страх воды. Как-то я, ну на это уже по-другому совершенно смотрю. В общем, в принципе, тета-хилинг это как бы все просто и все оно в жизни есть, но вот пойдя на эти курсы, прослушав семинар, для начала только еще базовые, вот теперь уже вот продвинутые сегодня, но уже на базовом у меня картинка сложилась и довольно много в этой картинке сложилось. Из того, что я знала, было как-то это вот размыто, а теперь она вот, не то что уже картинка, потому что вот книжка складывается, и я понимаю, зачем мне это надо, и как этим пользоваться, пользоваться тем, что я знала о своей жизни, но я не знала просто как этого применить. Хотя и в жизни и раньше были такие ситуации, но я не знала, как к этому подойти, и что с этим делать, и вообще для чего это. Вот даже сегодня с утра, когда ехала сюда на семинар, сжала на дороге сбитая косуля, и вот я проезжала, она прямо вот, ну, дергалась такая вот бедная вся, и я проезжая мимо нее, пришел вот, я не знаю, откуда это было, вот такой голос, помоги мне. Я еду, я сначала как бы растерялась, вроде остановиться, а что я сделаю, я ничего не сделаю. И потом вот уже тоже создатель, я так понимаю, меня направил, что я попросила, чтобы он душу, он наилучшим, наилучшим способом, помог вот этой вот душе, этой косой. Ну, в общем, для меня вот этот курс дал очень-очень многое. Наверное, вот то, к чему я всю жизнь шла. А что бы я пожелала другим, ну, как бы надо слушать себя, и, ну, в первую очередь слушать себя, потому что оно направит, куда нужно прийти и что нужно делать. Это вот первое, что нужно. Есть, конечно, там вот эти всякие заморочки, а есть ли, кобы, а может, и не стоит, или еще что-нибудь. Но есть такой тихий голосочек, который скажет, куда нужно идти и что нужно делать. И кому, и куда идти, оно как бы вас приведет и направит. Да, я вот и хотела, да, прежде чем сюда вот попасть, ну, как бы, кому. Я вообще, как бы, я все это знала, ну, как бы я читаю, вот это хилинг, ни о чем не говорит вообще. Стала так искать информацию. Попалось тоже случайно видео Галины Малин, только я не помню с кем. Я его включаю, прям меня так заинтересовала вот эта вот сама женщина, как уже теперь вот преподавать. Я его прослушала, это видео просмотрела, мне было интересно слушать эту женщину. И потом, ну, в общем-то, я решила позвонить, записаться на курс. Ну, тоже там была такая интересная ситуация, что я вроде как успеваю, вот не успеваю. Звоню, спрашиваю, что, как, прошу мне объяснить. И девочка, с которой я разговаривала, она мне так сразу, а вот только Галину Малин встретили, вот я вам сразу трубочку и даю. В общем, вот, опять же, меня, ну, что-то сверху, что-то свыше, вот меня это привело. То есть такие вот совпадения, и, ну, я думаю, что вот к этому нужно ко всему прислушиваться. Еще раз хочу сказать о Галине, это, ну, женщина, с большой буквы женщина, и просто молодец, что она занимается. Она занимается своим делом и на своем месте. Она делает это с такой любовью, просто безграничной любовью. Большое спасибо вам еще раз.